Мы снова в эфире. Сегодня в Казани завершаются гастроли старейшего академического театра России, Малого. Шестой по счету приезд москвичей по традиции был посвящен как нетленной классике, так и новым премьерам. За годы гастролей посланники сцены и носители традиций русской театральной школы показали энциклопедию нашей жизни в развитии. Подробнее в материале Дмитрия Пивоварова. Я приветствую наших дорогих, уважаемых гостей. Представители Малого театра России неизменно признаются в любви к Казани. Основная причина в том, что нынешние мэтры Камаловцы, которые учились на национальном курсе Щепкинского училища в 20-м столетии, и некоторые нынешние мэтры Малого однокашники, два театра исправно ездят друг к другу в гости, радуясь своим репертуаром и бережным отношением коллекции Дома Островского и русскому языку. Мы всегда к вам приезжаем с нашими премьерами, так и в этот раз. Мы привезли наш премьерный спектакль «Маскарад» Лермонтова и наш премьерный спектакль «Филомена Муртурана». Составы меняются, как вы и знаете, афиши остаются корифеи, славу которым принесли и роли в кино, и на телевидении. Борис Клюев, отметивший 70-летие, сыгравший 40-летнего Арбенина, из драмы «Лермонтова маскарад» словно без возраста. Когда это произошло, я вдруг подумал, боже мой, да это же я старик, что ли? И вспомнил Толстого и его пьесу «Власть тьмы», где было написано «Аким, глубокий старик, 55 лет». Поэтому в 70 лет, наверное, ты уже должен чувствовать себя как мизозой. Да, ты милый, ты тупеешь, приведи это. В виде кого? В кого? Приведи этой дохлой девки. «Филомена Муртурана» спектакль относительно свежий по меркам театрального долгожительства поставлен на стыке двух традиций. Таков расчет постановщика Стефана Делука. Стефана хотел поставить этот спектакль именно как написал его автор, Эдуардо де Филиппо. То есть с неаполитанской страстью, с неаполитанскими эмоциями. Соответственно, соединяя русских людей с неаполитанскими эмоциями, получается какой-то симбиоз. На спектаклях был яблоку негде упасть. Всенародная любовь особенно проявилась в этом году. Избалованный всевозможными зрелищами, Казань, тем не менее, стремилась в театр, как в настоящий храм искусства. Чем бурнее, чем активнее, чем содержательность окружающая жизнь, тем как бы сквозь какую-то определенную кальку проступают вот эти смысловые такие глыбы вот этих текстов, которые были заложены тогда. Эй, ты моя умница! Спасибо, Иванович! С корабля сразу на репетицию. Выдающаяся актриса театра и кино Людмила Полякова о силе слова и репликах, которые придумала сама к бестселлеру «Каникулы строгого режима». Где бой? Какой бой? Надпись есть, а боя нет. У меня там было три потрясающие. Причем это я сама придумала. Когда я их ввожу в комнатку, я говорю, ну вот видите, все скромно очень так. Так вот, я говорю, телевизор старенький, правда, одну программу только показывают. Но, слава богу, первый. Так что это я сама придумала. И они за нее схватили и сказали, оставим, оставим сценарий. И вот это третье тоже, когда он уже, Сережа, стоит с этим бидоном, все это я говорю, в смысле, все у нас хорошо закончилось, все, я довольна, все. Это значит, на следующий год в лагерь на весь срок. Бег за рахмат, спасибо, дорогие вам. Ладно, все, пока-пока, просто на репетицию. Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Женко, Роман Фенин, телеканал «Эфир». Дмитрий Пиаваров, Дмитрий Женко, Роман Фенин, телеканал «Эфир».